Ее столько, раздавил, растоптал, все, плодородный слой есть, да? Давай так. Чуть с розолиночкой вот этот дальничек до расштрихуешь, мастихину притопчешь. А после этого возьмешь вот эти вот вещи и лежачий к холсту кистью, лодочный характер укладки, упакуешь синьку дали, бирюзинку передников. То есть прямо создашь вот эти вот горизонтали и темненьку этой торчащей, голубой плюс коричневый, будет темный, зеленоватый. То есть все лежит, это стоит. Ну здесь вытрижь кисть и снова вернешься туда. Штрихуем. Море у нас лежачая среда, небо мерцательная среда. Итак, наштриховал и придавил. А здесь, да, но не так, как ты делал, а вот лежачка. А, ты просто повел, да, кажется? Не помню, ну что-то подозрительное. То плашмя, то ребру, то плашмя. Хаос такой. Вот такой хаос. Вот, смотри, то ребру, то плашмя. Краски еще поддавим. Густота краски здесь не помешает. Даже наоборот. Хорошо? Нашвырять. Возьмем теперь большой мастихин. Именно большой. Может еще немножко подшвырнем краски. Прямо слякать краски. Вода штука мутная и глянцевая. Правда, вот такое можно встретить на поверхности воды. Глянцевая и мутная. Вот такое. Очень часто, да? Когда на это ляжет разбил синенького ультрамаринчика вот на этот глянец оно сразу начнет превращаться в идею воды. Правда? Именно на раздавленный глянец краски раздавленный. Правда? Раздавить сделать. Здесь взять голубой, коричневый провести темное настоять на этом темном мастихином. Настоять, настоять. я взял голубой не синенькую а голубой показать идею торчания в высоту и штрихом и вот этими укладками. Перейти потом немножечко в синюшечку вот этого тоже теневого пространства. подзеленить теплотой желтоватой вот это пространство. Прямо нагнать туда. Натравить туда штрихом втравить светленький тепловатый зеленый. потом возьмешь сбреешь красочку там где у нас белый сбреешь красочку там где белый. И сначала белый возьмешь синим то есть белый в тени синий ультрамарин для этого очень подойдет. Сделаешь вот такие действия вот таких дракончиков подложишь раз подложишь два опустишь три прикольно? Ну если надо там темноту эту подгонишь а сверху лягут белильности вот такими лягут вот такими и снизу подбиваешь и сверху и у тебя будет формироваться холмообразные укладки не было мы же там как раз с тобой делали идею идею лодочного характера чего они там стали вот такими холмами море это не вот так море это вот так вот так это вот такая траектория вот такая хорошо? запомни никогда не делай вот так чего оно такое однородное? тут темнее тут светлее голубой коричневый и нагнать сюда темноту а дальше поднимаешь чтобы я понял дальше это в смысле? ну какой-то кусок за мной что бы ну понятно я же уже нарисовал был уже кусок ну хотя бы насаждай насаждай темный ну нужно насадить его его нужно туда насадить навязать навязать наштриховать а ты просто тер 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 как ребенок которому дали как солдат которому дали отсюда и до обеда копать нет ну ты же создавай то что ты видишь вот сюда а здесь у нас белый белый вот таком надо делать ну хорошо бы ну ровную волну лучше не рисовать все-таки чтоб она можешь себе обозначить примерно ее очевидание движение объединяешь здесь ты навязываешь темный а потом вот таким движением объединяешь логично то есть навязал спустил можно выцегонить да сейчас да можно более эффективно ну и высота волны будет смотри не такой то есть по уши здесь у нас просто это просто темно нет ты просто учти что у тебя пена не будет на всю на всю ширину вот ее это уже лежачая плоскость я специально здесь кладу сейчас горизонтали иначе у нас волна займет глянец вот такое называется глянцем сейчас дело не в изумруде а в укладке краски вот эту глянец раздавленная краска раздавленная и вот на этот глянец приходят вот эти звуки вот здесь нужно умудриться крыльями помахать вот прямо помахать помахать наблюдая не получилось ли чего красивого потому что красивое может получиться нечаянно не только чаянно опять этот дракончик и от него тоже кто-то пошел вот в этой в этой направленности вот в этой да и все это ты видишь глянец глянец да смотри как оно водяно сразу столу становится прям не перепутаешь что это вода сиреневый ты видишь как хорош на зеленце стирай нет зато мы так или ты хочешь биться пока не но смотри потому что если если что можем не успеть за сегодня если будем стирать поэтому если хочешь чтобы успели не стираем а работаем в унисон ладно периодически переходи и на меньшие мастихи для укладки каких-то деликатных нюансов там у нас темно вот эти вот поступочки совершить ты видел застикуляцию какую пробую отсюда я как бы ребром мастихина ребром но я не плашмя а чуть-чуть на ребре держу и чуть-чуть подсбрасываю краску где-то активнее где-то менее активнее здесь дракончик так и не появился не появилось вот это состояние падения здесь у нас очень темно голубой коричневый как по-разному две работы у тебя идут одна не идет а другая прямо аж бежала вот что значит хотя здесь-то как раз легче да посмотри какие сиропы коричневый да так и ставит а почему бы и нет может там камень вот оно нечаянно получилось более коричневое но там же мог бы быть камень а он же коричневый готово да веревочку свил все-таки здесь есть мерцание то она эта пена прозвучит то она потерялась красивые выкрутасы выкрутасы то есть это был произвол если бы он с одного раза не получился я бы еще раз еще раз его бы погнал туда вот этот валик воды который оттуда накатывает посмотри посмотри прямо смотри колесо воды причем осталась эта цепочка светленького на краю уходят туда уходит слишком широкая зигзаг зигзаг да не вполне бела вот здесь ну как на картинке просто здесь фронтом свет упал а здесь скользящий поэтому там не не бело полную силу полутон полутон все более уходящая в тень и становящаяся синий ковер пены который туда ушел становящийся синим выкрутасы эти выкрутасы конечно нужно по поизобретать дома тоже вдруг раз целая площадочка белая то есть разнообразим и всячески всячески разнообразим в этом конечно будет как бы культурка письма вообще смотрим конечно развлекаться можно вон сколько можно чудес вытворять действительно феномен релаксации потому что все зависит от удачного произвола и вот я не знаю как другие в бильярд когда играют у меня если у меня чувство успеха есть вот такого жизненного успеха то я в бильярд играю точно а если нет успеха так вот в данный момент нет ощущения успеха столько дурных ошибок совершаю ну и неточностей таких невкусных вот так же и здесь когда ты в хорошем приподнятом настроении можно вытворять и она продать и такая и всякая и вот так и вот сяк дальник что-то ты коричневым его забомбил синюшечка и смотри густой чвякательный плюс чиркательный мазок чвякательный и чиркательный густота краски создаст ощущение множества вот такие чирки уложить уложить с очвяком видишь чирк и чирк уложить уложить вот эти множество множество уходящие снизу размытие сверху выразительнее логично смотри какая симпатичная компания вторым этажиком подсунул бы дальние эти больше смещены в эту сторону эти больше смещены в эту мелочь пузатая там вдали двухэтажность и разноразмерность этих облаков дает эффект ухода и загоняния в пространство то есть вот это утоншение оно заставляет смотреть в эту щель это большое заставило в эту узенькую полосу смотреть понимаешь ну хочешь сберечь давай а зачем композиция нужна в центре там она вообще не нужна нас вот все культурненько умненько в центре чуть-чуть можно помоделировать вкуснятинки вкуснятинки сопелечки этой краски чем хороша вот такая работа можно утром вместо дурацкой физзарядки встать и побаловаться побаловаться поразмяться потому что здесь нет этого здесь и не надо обязательно чтобы она была закончена не получилось что-то там не до ничего просто как утром как зарядочку сбрил всю краску у тебя прекрасная подкладка под следующий и потом в следующий раз снова набросился а у тебя уже зелененькая подкладочка синеватая зелененькая и снова подурачился то есть есть возможность в таких случаях буквально растренировать руку на мастихин на все эти деликатности мастихин тогда потом другие вещи станут лекотнее камень очень